Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Почти 1700 люберчан обратились за помощью в правоохранительные органы на минувшей неделе. 46 заявлений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Всего за отчетный период стражам порядка удалось раскрыть 33 преступления. Заместитель начальника Люберецкой полиции подчеркнул необходимость наличия тревожных кнопок и сигнализаций в частных домах и на торговых точках. Также Сергей Розгуляев обратил внимание на подготовку детей к школьному сезону. За эту неделю погиб подросток. Двойне совершеннолетних 12 и 10 лет употребляли газовый баллон из-под зажигалок, токсикоманили. Потом 10-летнего стало плохо и скончался на месте. Второй сейчас находится в реанимации. В целом по подготовке к школьному периоду начала учебного года мы готовы. Личный состав уже расчет произвел, но обращаю внимание, это всех организаций, всех служб по взаимодействию. Пожарная обстановка в городском округе в целом спокойная. Это отметил Максим Катаев, заместитель начальника Люберецкого пожарного гарнизона. Всего за неделю произошел один пожар, в ходе которого сгорел автомобиль. Пострадавших нет. Александр Проворов доложил о ходе выполнения губернаторской программы «Мой подъезд» в Люберцах. По его словам, на сегодняшний день в округе отремонтированы уже 875 подъездов, а это 68% от запланированного объема. В ходе реализации программы на этой неделе была проведена приемка 55 подъездов. Проворов также рассказал о ходе выполнения капитального ремонта в городском округе. На территории городского округа Люберцы на 2017 год запланировали работу капитальному ремонту в 183 домах. На текущий момент начаты работы на фасадах 12 МКД, виз на 6 МКД, кровля на 5 МКД. Кроме того, на прошедшей неделе в муниципалитете производилась очистка дорог, вывоз мусора и грунта по костровы. Такие данные на оперативном совещании предоставил начальник отдела Раменского подразделения МОСА «Автодор» Владимир Астахов. С этой недели мы начинаем работы по обустройству тактильной плитки для маломобильных групп. Работа будет проведена по Люберецкому городскому округу, по Москва-Жуковский на протяжении практически всей автомобильной дороги, проходящей по городскому округу, а также Москва-Егорьев Стумакасимов. Для того, чтобы поддерживать городские улицы в чистоте и порядке, на минувшей неделе задействовали 47 единиц спецтехники и 170 человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства Егор Бунтин. Также на совещании обсудили вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий, выслушали доклад о просьбах и обращениях граждан, а также о том, как шла работа по исполнению поручений главы. Наталья Григорьева, Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.